Приветствую вас и проблема заключается в том, что у вас сильно развита совесть, то есть сильно развита чувство вины. Мне бы хотелось, чтобы вы для себя вот определили бы, знаете, откуда это чувство велось, то есть каковы источники того, что вы сейчас чувствуете. Ну, родители ваши высылают вам деньги, родители ваши помогают вам и как бы это их выбор, это их возможность. Это их как бы инициатива. И почему вы подвергаете сомнению их решения? Ну, не очень понятно. Не очень понятно, почему вы подвергаете сомнения у решения своих родителей и откуда у вас чувство вины. Откуда у вас есть вот это вот повышенное чувство ответственности. Обычно люди, когда испытывают подобное, то есть когда люди испытывают чувство вины, такое вот гипертрофированное, как у вас, то они не несут автоматически ответственности за что-то другое, связанное с какими-то другими сферами своей жизни. И в душе понимая, что они не реализуют полностью все, что от них зависит, у них возникает такое вот чувство вины. И в данном случае давайте попробуем определить, в чем вы не реализуете с помощью. Почему вы, например, если считаете, что сидите на шею родителей, то максимально в меру своих возможностей в том, насколько позволяют вам эти возможности в данный момент, что мешает вам максимально не освободить родителей от поддержки вас? Предположим, они высылают вам определенную сумму рублей. Вы можете определить для себя, сколько вы, какой процент этой суммы вы сможете покрыть сам. Какой процент этой суммы вы сможете, ну, как бы компенсировать себе самостоятельно в рамках своих возможностей, в рамках своих способностей и так, чтобы себе не вредить и не вредить своей учебе. Потому что родители помогают вам именно по той причине, чтобы вы учились. И они хотят, чтобы вы выучились. Они хотят, чтобы вы были счастливы. Они хотят, чтобы у вас в жизни было все, что вам нужно и все, что вам необходимо. И без этого, без поддержки родителей в данный момент, вам невозможно справиться со всеми теми вызовами, которые кидает вам жизнь. Если вы будете делать все от себя зависящее, то чувство вины, если оно продиктовано вот этой вот недостаточной реализации себя в определенных сферах, недостаточной ответственностью собственной в определенных сферах, то оно, чувство вины, уйдет. Если же оно останется, и если вы все равно будете делать все от вас зависеть, но оно все равно будет, значит, имеет место быть комплекс и непринятие чего-то в себе. Может быть, вы недостаточно себя уважаете, может быть, вы недостаточно любите себя, может быть, вы не принимаете в себе какие-то качества, может быть, есть какие-то еще моменты. В чем-то вы в себе не уверены. И с этим тогда нужно будет работать отдельно. Потому что вот так по вашему вопросу не совсем понятно, о чем именно идет речь. Но для начала, как я уже сказал, определите для себя основание, по которым вы считаете, что решение ваших родителей является неверным, неправильным, ошибочным. Что заставляет вас так думать? Вот на это ответят сами себе. Почему вы не допускаете, что взрослые люди, коими являются ваши родители, могут просто-напросто, ну, сами-сами решить действовать так, как они хотят? Откуда у вас такое сомнение в мотивационных сферах своих родителей? Мне непонятно. Может быть, вы считаете, что они что-то для себя хотят извлечь из того, что делают сейчас с вами? Ну, вам нужно на этот вопрос себе ответить. Потому что, понимаете, когда вы мучаетесь с чувством вины, вы, как бы, подвергаете сомнению в решении других людей. А на это нужно, ну, вообще для этого нужно очень красиво человека знать. И для этого нужно реально сомневаться в том, что то, что взрослый человек делает, является неправильным. А уверен, ваши родители делают всё, что считают нужным. И сомневаться в этом не стоит. Вот, это то, с чего вам нужно начать. А дальше следовать тому, что я вам предоставил в своём ответе. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.